2040 Между отцами и детьми, между 40-летними и 20-летними, двумя главными стратами слушателей Серебряного Дождя. Но это не всегда битвы, в целом просто интересные разговоры, что между нами общего, какие между нами различия. Ну и по традиции мы соображаем на троих, но сегодня у меня 4 человека в студии, я еще помню, как считать правильно. Сейчас я вам представлю нашего гостя, у нас такой сегодня эксперимент. Ну, во-первых, сначала Лиса Аникушина, Артем Сергеев, сотрудники Серебряного Дождя, молодые, выпускники и студенты журфака МГУ. Доброе утро. Представляют поколение зумеров, старших зумеров, первый год зумерства. Или их еще называют зелениалы, как выяснилось, я нашел новое слово, потому что они между как бы на хвосте миллениалов и на старте зумеров. У них эти признаки и того, и другого поколения. Я, соответственно, младший Икс, конец, самый конец 70-х годов, поколение до 84-го. Масса бэби-бумеров и даже молчаливого поколения у нас есть представители, которые нас слушают у радиоприемников. Это поколение с 25-го по 65-й год рождения, условно, целых два поколения. Ну и Александр Рикель, он вне поколений, у нас сегодня в гостях. Он бывал в студии «Серебрного дождя», это кандидат психологических наук, доцент капитана социальной психологии, заместитель декана факультета психологии МГУ. Ребята, так что... Наш, наш. Ва, аккуратнее, у него связи на всех факультетах. Известный российский бизнес-тренер и как раз один из главных наших отечественных специалистов по поколенческим теориям. Он в свое время для меня это открыл всю эту историю, когда она еще была не так на слуху. Специалист в области практической психологической карьеры, а также организационной психологии, психологии межпоколенной коммуникации. Вот он учит бизнесменов, старперов управлять молодыми. Я правильно говорю, Саш? Как я люблю, когда ты меня так представляешь, Виктор. Очень приятно. Доброе утро. Ну ты же этим занимаешься, ты же эти бабки берешь. Это правда, это правда. Он, соответственно, у нас классический миллениал. Саше 37 лет, у нас представители трех разных поколений в студии. И будем узнавать сейчас, насколько вот как бы мы попадаем в традиционные портреты, чем отличаемся. Ну и в целом, как работает поколенческая теория. Саш, можно я быстренько затравку, ребят, с вашего позволения. Значит, теорию поколений разработали американские ученые Хоул и Штраус. Правильно? Правильно. В 1991 году она была опубликована. Исследовали, проанализировали теорию с... Историю, извините, с 16 века до наших дней. Пришли к выводу, что общество развивается циклично, а люди, появившиеся на свет в определенный период времени, имеют подобный тип мышления и схожие ценности. Си? Надо подтвердить или опровергнуть? Да, да, да. Не совсем так. Давай, сразу. Нет, ну, точнее, так-то у них там написано, но на самом деле я бы для наших слушателей сразу же, потому что я прям предчувствую, что люди возмущаются, это услышим. На самом деле я бы прям сразу же бы упростил. Я бы сказал, что... Давай я упрощу, смотри, сейчас минутная реклама. Ну, упрощай. А затем ты разнесешь в пух и прах этих проклятых американских ученых Нейла Хоу и Уильяма Штралса, и про всякие еще субтеории поколенческие мы тоже... И про условность границ вот этих вот возрастов мы поговорим обязательно. Все. Все. Теперь вы. Теперь вы. Вы как это, как борт-проводник прям. Вот так. А почему не как дирижер? У меня больше дирижер нравится. Борт-проводник как-то унижаю еще немножко как-то. Это слишком, слишком, это... Дирижер! Послушай, ты работаешь в бизнес-пич, там же учат. Аня Каракаева знаменитая. Ну, как правильно ставить акценты руками. Да. Ты сюда, ты туда. Ну, ты че. А вы, получается, с Федором Владимировичем вместе, да? Баландиным? Он отец Федора Владимировича Баландиным. Это правда. Баландиным. Да, да. Я его дедушка. Федор Владимирович Баландин для нас... Просто это мой научный руководитель. О, круто. Как слушай, как обед. Круто. Ты знаешь, что он называет меня учителем? А, это я слышала, вы мне рассказывали. Ты у него спроси. Федор Владимирович. Федор Владимирович. Федор Владимирович. Федор Владимирович. Он, между прочим, был у меня на вашей должности в свое время. Редактором на канале НТВ. Не знала. То есть это такой мета-научный руководитель. Я почувствовал себя еще. Научный руководитель научного руководителя. Да, да. Вот корни твоей научной деятельности, где растут. Понимаешь, масштаб, масштаб. Четлане, привет! Вот видите, как... Ладно, немножко понтов можно в Ютубе. Она сейчас Ютуб видит, да? Да, да. Понятно. Блин, ну что ты не сказал? Нельзя в носу ковыряться даже. Нет, можно. Можно, да. Все, все. А что, мы выходим в Москву? В Москве. Мы не такие. Нет, это мы не такие. Мы не такие. Не такие мы. Мы не такие. 20 в 40. А какие вы? А вот этот вот симпатичный женский голосок, вот этот вот... А, мы не такие, мы не такие. Это как раз Лиса Аникушина здесь. Так, Рикель, поехали. 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 Вы сегодня за главного, Саша Павлович. Да, да. Значит, прошу вас, разнесите, пожалуйста, эту поколенческую теорию, в чем Хоу и Штраус ошибались. Не, ну, не прямо ошибались. Но просто вот это утверждение о цикличности, которое вот до паузы прозвучало, оно все-таки немножко голословно. То есть оно такое красивое, что его сложно достаточно доказать. Таких теорий про цикличность на самом деле в мире-то достаточно много. И в истории, и в экономике. Но их фишка в том, что они не очень доказуемы. Потому что, ну, иди вот и докажи, что там в 17 веке был главный какой-то психологический портрет. Зато, с другой стороны, звучит очень красиво. Я бы упростил. Я бы сказал, что самое главное в теории поколения это не это. Самое главное, что есть события политические, экономические. Изобрели айфон, случилась война, изобрели контрацепцию экстренную. Антибиотики. Антибиотики. И вот эти все события, если они случаются в какой-то достаточно юный период поколения, то они поколение немножко меняют. Делают его чуть-чуть другим. Леют на ценности, на портрет поведения. И поэтому мы говорим, ну, условно говоря, понятное дело, что, не знаю, многие поколения застраивали там Великую Отечественную войну. Но мы говорим поколение войны именно про тех людей, которые вот в юном возрасте тогда воевали, и их мы таким образом называем. Или там, не знаю, когда мы говорим какие-нибудь там, не знаю, шестидесятники. Мы имеем в виду, что это вот те люди, которые пережили это в юном возрасте. И, по сути, это значит, что имеет смысл не просто говорить о 20-летней против 40-летней. Давайте переименуем вашу передачу. Неправильно вы ее называете. Абсолютно неправильно. Давайте ее сегодня переименуем. Лечь не о возрасте. Не о 20-ти против 40. Потому что люди в 40, они одни, а те, которым 20, они потом возросли, а тем тоже станут 40. Они чуть-чуть вот станут похожими на тех, кому 40 сейчас. Ну и, конечно, не на вас, Виктор, потому что вы уникальный человек абсолютно. Продолжайте, Александр. Уникальный, великолепный, красивый, замечательный. Точка. Вот это плохо было. Вот плохо, тезис был не подготовлен. Я исправлюсь. Ты знаешь, как-то в бананщину. Я только разогреваюсь, я только начал. Так вот, именно поэтому поколениям дают имена, намекая на то, что они уникальные когорты. И вот такими они будут и, в принципе, будут отличаться от своих бабушек в этом возрасте. А можешь сразу вопрос? Если это не цикличная история, то есть, получается, мы не можем предсказывать поколения, которые будут через 10-20-30 лет, тогда зачем вообще все это нужно изучать? Ну, слушайте, если бы могли предсказывать, что будет через 10-20-30 лет, я думаю, мы бы немножечко по-другому жили. Мы не можем предсказать, что завтра будет. Мы можем... Физики могут предсказать, что будет. Не, ну смотрите, ребят, давайте вот если по-серьезному. Мы, наверное, можем чуть-чуть подумать о технологическом прогрессе. Что если сегодня мы там, не знаю, производим... Сегодня у нас есть такая роль у искусственного интеллекта, через 5 лет мы можем предсказать, какая она будет через 5 лет. Технологии, наверное, чуть-чуть можем. Не можем, самое смешное. Тоже считаю, что не можем. Тоже не можем. Кто-то думал, что сейчас будет VR стартануть, а стартанул генеративный искусственный интеллект. Вот, видишь, вот, тем более. Ну, можем, например, сказать, что, наверное, роботов будет больше в нашей жизни, причем антропоморфным это тоже будет влиять на... А вот про политику с экономикой, ну, как мы с вами предскажем? Ну, кто-то может вообще сказать, что будет послезавтра, через 5 лет, через 10 лет в политике? А она же тоже очень влияет. Хорошо, принято. Смотрите, по мнению ученых, поколение сменяет друг друга каждые 20 лет, а тут по классике от Хоу-Штрауса. На людей в поколениях влияют одни и те же исторические события, то, о чем ты сказал, и тенденции в обществе. У них схожие модели поведения, общие убеждения. Благодаря жизни и опыту у людей появляется чувство принадлежности, ну, или кагорти, как ты сказал, своему поколению. Каждый человек индивидуален, но знание о поколениях позволяет легче найти подход к людям определенного возраста в широком смысле. Зачастую именно такой метод используют маркетологи при выборе целевой аудитории для своей продукции. Это как эта поколенническая теория используется в бизнесе. Вот Саша этим и занимается. Первый вопрос. Правильная ли градация по 20 лет или сейчас поколеннические уклады и события, ну, они как бы, все ускорилось? Слушай, я смотрю на Лису и Артема. Вот вы из одного поколения? Формально. Да нет же, мы не из одного поколения, ты все им путаешь. А, ты миллениал. Отдели меня от них, отдели меня от них. Я смотрю на них, как на своих студентов. И слеза, как бы, скупая катятся по моей щеке. И я понимаю, что каждая, понимаешь, курсовая вот на наших гуманитарных факультетах, джунг-фак, психфак, начинается с фразы в современном быстро изменяющемся мире. А он, и почему я об этом говорю? Потому что мир действительно как бы быстрее изменяется. Количество тех же самых, там, не знаю, изобретений за 20 век превысило, ну, я не знаю, кто и как это считал, это не я считал, поэтому с меня все взятки гладкие, превысило количество изобретений за последние тысячу лет. И о чем это говорит? О том, что вот эта градация в 20 лет, она, наверное, ну, такая, она осталась из демографии 19 века. Дети, родители рождают детей, бабушки рождают родителей, вот разница приблизительно средняя 20 лет, вот так считали. Сейчас уже, если мы хотим не глупостями заниматься и не глупости множить, и социологи, и социальные психологи условно считают важным раздробить это еще сильнее. Потому что, ну, окей, мне 37, я тебя просил об этом не говорить, ты зачем-то об этом сказал. Вот, мне 37, а ребятам по 20, да? Это 46, на самом деле, как мне. Видишь, как я хорошо выгляжу? Да. Это просто прекрасно. Вот. Мне 37, ребятам 24, формально мы близки, условно говоря, да? То есть мы могли бы принадлежать к одному поколению. Им по 22 еще. А по 22. Не надо, да. Но при этом имеет смысл, конечно, разделить на старших и младших. Когда вы сказали про центенниалов, имеется в виду то, что они являются вот этими старшими зумерами. Имеет смысл каждую когорту еще чуть-чуть хотя бы раздробить, хотя бы на две половинки. Условно, старшие миллениалы, младшие миллениалы, старшие иксы, младшие иксы. Ты тогда хотя бы чуть-чуть объединишь в одну когорту близких людей. Если вот серьезно, то когда мы там, не знаю, исследования проводим, и по математике это все считаем, то мы получаем гораздо более четкую картинку, если как раз разделить хотя бы на, раздробить на большее количество когорт. А нет риска, что придется дробить все больше и больше, и так мы дойдем вообще, то что каждый Новый год это каждое новое поколение. Ну есть, но это бессмысленно будет, тогда это потеряет всякий смысл. Но это, знаете, вот давайте уберем поколение, давайте возьмем, не знаю, мужчин, женщин, возьмем там разные национальности какие-то, да. Внутри них тоже же имеет смысл каким-то образом поделить людей, для того, чтобы это лучше объясняло, да. Для того, чтобы это имело какой-то больше обьяцительный смысл. Потому что не все мужчины одинаковые, не все женщины, слава богу, одинаковые. Вот смотри, я нахожу в себе черты разных поколений. И своего поколения, иксовского, вот с младших иксов, скажем так, да, и уж точно миллениалов во мне, я скорее миллениал, чем икс. Вопрос. И у меня всегда вот закрадывались сомнения, а вот что может быть, если правильнее, например, сравнивать, вот мне казалось, что, например, в деревне, или на селе, или в маленьких городах России, во всяком случае, что вот там вот уклад же практически не меняется. там практически нет в плане отношений, философии, отношений к жизни и так далее, вот этой поколенческой смены. Да, новое поколение активнее, естественно, пользуется интернетом, чем поколение их родителей, лучше в этом разбирается. Ну, у них там айфона, может быть, они киношку-то смотрят. Но в целом, так или иначе, образ мышления, отношения к себе, к жизни, ко всему у нас, у них примерно одинаково. В городах поколенческие как бы различия более ярко выражены. Я прав? Абсолютно прав. Слушай, ну, во-первых, тут два момента. Когда изучают поколение, говорят ядро поколения. Вот называют такое в понятии ядро поколения. И это сразу же такая защита, потому что, смотри, я вот прихожу, не знаю, там лекцию в большом зале как-то проводить, и я всегда, вот у меня боль, я всегда столкнусь с тем, я рассказываю, вот там, не знаю, зумеры, они такие, мельнялы, они такие. Всегда кто-нибудь скажет, слушай, да что ты говоришь, вот я вообще не такой, вот у меня сын, он совсем не такой, да бред какой-то, это не похоже на мою любимую бабушку, а вы тут рассказываете, да? Я всегда себя защищаю, я говорю, ядро поколения, это типичный представитель поколения, как правило, это житель крупного города, принадлежащий к среднему классу. В Америке, в России, во Франции, где угодно. И не потому, что я какой-то сноб, и не хочу заниматься исследованием людей, прекрасных живущих там в провинциальном какой-то местности, нет, а потому что это те люди, которые как бы тренды задают, вот они что-то там себе, прости господи, в соцсеточках пишут, вот они там розовым волосы красят, не знаю, чего вы сидите без розовых волос, вы в моем представлении должны быть розоволосовы, вот спасибо, что ты это сказал. Вот, значит, они там делают какие-то, вот задают те тренды, которые потом транслируются дальше в другие группы. Это обычно так изучается, и в этом нет снобизма, это нормально, потому что именно эта группа как бы определяет портрет поколения. Вот, а то, что ты сказал про жителей сельской местности, ты абсолютно прав. У коллег-социологов, у нас в исследованиях, именно место жительства это тот фактор, который вносит наибольшее количество развития. То есть он важнее, чем временные рамки? Он важнее, чем уровень дохода, он важнее, чем мальчики-девочки. Вот чтобы сказать, что внутри, там, не знаю, зумеров, миллениалов, иксов есть различия, то жители крупных городов будут отличаться от жителей там сельской местности. Плюс 7903-7976-333 номер для ваших WhatsApp сообщений, задавайте вопросы, мы обязательно их почитаем либо в YouTube, либо во время эфира. Саша поотвечает. Можете попробовать потестироваться, какому поколению. Саша, сможешь, да? Вот, ну, скорее вы относитесь. Я понял, я для этого сюда пришел. Хорошо. Я не знаю, как это точнее сформулировать, но вы говорили про то, что каждое поколение делится условно там на две половинки, да? Можно ли сказать, что каждый из этих половинок каждого поколения ближе другой половинки какого-то другого поколения? То есть, может быть, есть какая-то теория, условно... Каждая половинка ближе половинки. Ну, то есть, условно, ранние зумеры... Смотрите, окей. Ранние зумеры, допустим, ближе там... Поздним зумерам, чем... Нет, например, как раз к представителям другого поколения, но к определенной части, то есть, например, к ранним миллениалам. Допустим, нет ли такого? Я понял, я сейчас скажу вообще крамольную мысль, и все любители теории поколений, если такие есть в нашем эфире, они меня, наоборот, возненавидят. Есть люди, которые призывают вообще отказаться от теории поколений, говоря о том, что есть конкретная какая-то особенность. Вот давайте смотреть ее динамику. Ну, допустим, есть у психологов такое понятие вкусное, называется нарциссизм, да? Степень моего, мои центрации на себя, ориентации на себя, насколько я себя люблю, фоткаю себя в туалете, значит, и не в туалете вообще, и вообще, насколько я ориентирован на себя. Вот на всей выморке он растет, растет весь 20-й век. Тут не про поколение речь, просто вот он растет постоянно у всех. И говорят, зачем вам нужны эти поколения? Вот он же растет, растет, растет. Откажитесь от поколений, просто изучайте конкретную черту. А, например, коллективизм на российской выборке, ориентация на группу, на команду, сокращается. Наоборот, сокращается. Да, наоборот, сокращается. И зачем вам нужны эти поколения? Здесь 20-й век или сколько сокращается? Ну, начиная с тех самых бэйби-бумеров, так точно. Ну, то есть, бэйби-бумеров дальше падает. В послевоенное, как бы, время. Ну, да. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, к чему они ближе? Зависит от ситуации. То есть, в чем-то, например, там, не знаю, ваше поколение будет больше похоже на ваших старших братьев и сестер. А в чем-то, наоборот, не будет похоже, а будет больше похоже на младших. Тут, к сожалению, или к счастью, не будет универсальной истории. Вот, смотрите, я, ребят, специально для этого я подготовил быстро или без, на... Саша, если что, как поправишь меня? Обязательно. Быстро, быстро, как какие из поколений, ну, не... Например, 20-го века. Дальше залезать не будем. И какие у них есть общие черты в зависимости от страны происхождения. Давай. Итак, молчаливое поколение. 25-й и 44-й год. Родившиеся в эти годы люди редко высказывают свои взгляды и идеи за пределами семьи. Такому поведению способствовала Вторая мировая война. Цензура, доносы, террор и так далее. Дети старались вести себя тихо и не выпячивать свое я. Так это поколение получило свое название. Молчаливое. Ну, если речь идет про события советская, советско-российская история. Основные черты молчаливого поколения терпеливость, умение самозабвенно погружаться в работу, бережливность, экономность. Они трепетно соблюдают законы и следуют установленным в обществе нормам. Как тебе? Мне нравится. Ну, точнее, не очень нравится, но в целом меня устраивает как психологический портрет. Окей. Бэби-бумеры. Переходим к массово представленным поколениям. Поколениям моих родителей. 44-й, 67-й год. Ваших бабушек и дедушек соответственно, скорее всего. В послевоенные годы коэффициент рождаемости сильно вырос. Это обусловлено названием нового поколения. Характер бумеров формировался на волне победы в войне. Хрущевская оттепель, запуска спутников в космос Палита Гагарина, высоких технологий, медицине и образовании. И оттепель. Все 60-ненькие. Это как раз Бэби-бумеры. Значит, характеризует их оптимизм, решительность, патриотизм, желание преуспеть в карьере и личном росте, раннее создание семьи, интерес к спорту, крепкие дружеские отношения. Они тяжело переживают глобальные перемены, недоверчивые к инновационным технологиям и гаджетам. По данным Роскомнадзору, представители Бэби-бумеров предпочтают получать информацию из газеты телевидения. Сегодня они составляют пятую часть населения нашей страны. Интересная цитата на Роскомнадзор в этой характеристике. Слушай, ну давай просто поясним для слушателей, что ты, по сути, перечисляешь две вида истории. Одна история, это некие факты, против которых вообще спорить нельзя. Раннее создание семьи. Заглянули в Росстат, посмотрели, собственно, когда люди женились, когда они рожали детей и просто сказали ок, и что здесь спорить, да? Ну, например, рождение детей тоже, возраст рождения детей тоже растет, все время начиная вот как раз с этих смолчаливого поколения бэйби-бумеров. Люди все позже и позже рожают детей. И вот, собственно, мы про тебя, Виктор, тоже узнали, что ты теперь не из поколения и, кстати, типичный изумер, да? Потому что черти во сколько лет родил первого ребенка, с чем мы тебя и поздравляем, кстати. Не с тем, что черти во сколько, а с тем, что родил. Ну так вот, вот есть факты, а есть, вот ты там сказал, оптимизм, да, перенесение трудностей, оптимистичное или неоптимистичное. Что это значит? Вот про это мы как раз вот буквально вот сейчас будет премьера на, значит, радиостанции Серебряный дождь, потому что есть данные, мы проводили тут исследование буквально, ну там, на тысячу человек, это нормальные цифры для психологического исследования, такое репрезентативное в целом по стране, где мы смотрели как раз, как и с чем, с какими психологическими характеристиками идентифицируют себя представители поколений. Не факты, а именно психологические какие-то характеристики. И уж вот сами тут, друзья, судите, либо это они такими себя называют, потому что они привыкли слышать со стороны, что они такие, ага, ну мы оптимистичны, значит, вот мы с себя напишем, что мы оптимистичны. Либо, что было первым курица и яйцо, либо они на самом деле такие. Они правда себя так отождествляют. Через перенесенные трудности, через, прости, перестройку, которая про ним катком прошлась, а они уже были взрослые и не знали, что с этим делать. Через то, что они выстояли во всех этих сложностях и сохранили оптимистичный взгляд на жизнь, в отличие от, смотрю, как скептично и вечно негативно настроены молодежь, вот как эти зумеры. А вот эти зумеры, они оптимистичны, потому что оптимизм не является характерной чертой поколения Z. И они себя, вот, они все на рефлексии бесконечно, они по любому поводу обижаются. Работать они не в состоянии. Ну так себе люди, да, я согласен, если честно. Так вот. Бывали и лучше. Даже гвоздей из них не сделают. Ничего не сделают. Нет, они себя, кстати, кстати, вот любопытно, что ребята этого поколения, они действительно себя отождествляют, я не знаю, сейчас я не скажу, так это или не так, через то их еще называют залюбленным, иногда так метафорично, поколением, что условно, ну, ребят, не будем брать всякие актуальные события, ну, их как бы не будем это обсуждать, но условно их детство, мол, юность и социализация прошла без явных политических, экономических, там, военных потрясений. Да в тепле попа-то была, конечно. Вот, я вот именно это и хотел сказать, Виктор, то, что ты так красиво выразил. Ну, правда так и есть. Вот, то есть, что это во многом формирует среду, откуда оптимизм берется? От того, что мы перешли через многие трудности и, черт возьми, выстояли. Откуда берется вот этот скептицизм и, значит, спесь в глазах, через всякие отсутствия, наоборот, подобных перенесений. ничего, сейчас жизнь все поправит, ребятки, все в порядке. Вы хлебнете почище 91-го года. Котики, ну поехали, сообщения. Листочка, почитаешь, пообщаешься с народом. Слушай, Тёма хотел зачитать. Да, 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 да. Ну, ты можешь, ты можешь бомбить. Александр, я думаю, ну, понятно, что, извини, 20-летний человек, воспитывающий ребенка и 40-летний, это два разных человека просто с точки зрения, там, не знаю, сформированности личности. То есть, это не на рамки будет влиять, а на то, как поколение воспитывает детей. Когда, на самом деле, или потом, или сейчас в эфире будем это обсуждать? Ну, давайте завтра в эфире. Просто, если мы говорим о том, что, там, пару поколений назад родители, которые рано родили детей, они такие, а, надо работать, господи, значит, одна бабушка еле-еле может помочь. Дети, их дети рано получали самостоятельность из-за этого. Вот это есть метафора, такое поколение с ключом на шее про ребят возраста Виктора. Потому что им давали, вешали ключ на шее, слишком рано. И во двор, да, и сам ходишь, сам все делаешь, сам учишься, сам в кружки, сам иногда кого-то еще приводишь. Вот оно, раннее взросление. А сейчас, ну, как бы, можешь себе представить человека, которого такой, ну, иди сам в школу, да, например, если это, конечно, там, не в школу, напротив дома, да, можешь себе представить, что родители не вовлечены вообще, вот, ну, имеется в виду, среднестатистически, что ребенок предоставлен сам себе, растет под ногами, как растет, так растет. Вот, вот это на что влияет, я думаю. А на рамки, почему? Ну, на рамки это, ну, может быть, как, но рамки здесь не главное, здесь главная сутевая характеристика. А как далеко вообще отслеживаются вот эти поколения, вот сказал Виктор, 16 века? Ну, это американцы, они просто взяли, описали это, как, они, по сути, взяли учебники истории. Это, я правда считаю, что это фуфло, потому что, как они могут взять и посмотреть, во-первых, фуфло, это вот, это вот история про цикличность, но как ее можно объяснить? Ее уже можно, ну, как-то вот притянуть за уши, попробовать, сделать какой-то красивый фильм тушами. Там выглядит красиво, но на деле, на деле, если честно, хрень. Ну, смотрите, может, они просто ошибаются конкретно в этих рамках, слишком узких, но вы сказали, что растет словно нарциссизм, коллективизм падает. Мне кажется, что... Сейчас, да, а потом что-нибудь произойдет, и нарциссизм тоже будет падать. То есть, условно, какие-нибудь революции вот 17-го года в России, они же вызваны тем, что было желание как раз такого коллективизма, перехода к новому общественному строю. То есть, может быть, цикличность вот в этом... Но я бы ее назвал маятниковость. Маятниковость, это важно, потому что в каждой из этих черт какие-то будут связаны, но в каждой из них все-таки этот, вот, если взять систему маятников, вот такие вот есть красивые вот эти вот штучки такие, которые... Фигурки такие, да. Вот если, ну... Где шарики такие висят, ты один запрещуешься. вот есть, которые связаны, а есть, например, которые не связаны, допустим. Не может быть... Нет, с чем я согласен, с тем, что не будет такой ситуации, при которой у нас будет все время туда индивидуализм, 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 индивидуализм. В какой-то момент маятник качнется в другую сторону. Вот те люди, которые любят прогнозы, они про ваше поколение говорили, что у вас будет уже опять в сторону коллективизма, что вы... Ну, не ошиблись, мне кажется. Этого не произошло. Этого не произошло. Может быть, поколение условно ваших детей. Нет, и это нормально, это происходит даже в индивидуалистичных Соединенных Штатах самих по себе. Там тоже маятниковость, потому что если совсем все уйдет в индивидуализм, то все это развалится, да, система развалится. Поэтому в какой-то момент должен быть крен опять в коллективизм. Но это не значит, что у тебя есть какая-то спираль и будет вот такой типичный Артем через 100 лет опять таким же Артемом. Такого же не будет. А вот в этом произойдет, происходит. Это логично. А за счет чего вот этот возврат происходит? Именно социальный контекст будет. Ну, то есть это вот, ну, как бы сейчас нас государство, например, пытается воспитать в духе коллективизма. Вот, ну, по понятным там причинам, да? Вот он пытается. Интересно, получится или нет? Слушай, нас вот сколько раз государство нас воспитывало в духе коллективизма, все приводило ровно к обратному результату. Вить, это у тебя, наверное, понимаешь? Да как ты посмотри, да ни при чем здесь. Ты посмотри на лестничные клетки наших домов, обыдь, там, любого среднего дома, все, что из квартиры не нужное выносится на лестничную клетку. Да, это правда. Понимаешь? Хабарики в окно. Вот это все, это в моем поколении и в более старшем, в более старшем это вообще цветет пышным цветом. Все, что угодно вынести, все вокруг колхозное, все вокруг мое, как известно было. Это наоборот приводило, вот это все, я помню, это социалистическо-коммунистическое детство, это утопия. Все несли только вот со своим учебным, вот так вот отгородиться, откуда эти шестиметровые заборы пошли, вот это вот, все вот здесь, что за пределами, вообще не волнует никого. Вы как раз относитесь вот к той поре, когда уже начал расти индивидуализм, а коллективизм падает. Парадоксально, что как только мы стали индивидуалистами, с крушением Советского Союза, получили возможность покупать машины, там, не знаю, учиться, зарабатывать, самореализовываться, мы стали думать об окружающем нас пространстве и группироваться, между прочим, так с единомышленниками. Это правда. Просто выросли как бы уже в хороших условиях, а люди, которые там в 20-е, 30-е получили страну, разрушенную там двумя войнами, потом еще третий, были как бы с другим сознанием. Хороша не 20-е, 30-е, а те, кто плывет там в 60-е годы, например, рос. Я к тому, что эта история разная, иногда она работает, вот, видимо, в зависимости от каких-то действительно социальных условий. Я хотел бы в эфире спросить вообще, как отличаются вот у нас и условно в Америке эти условия, вот молчаливое поколение. Хороший вопрос. Ну, хороший вопрос, но я вообще не специалист по Америке. Ну, то есть, я тут на него тебе, ну, типа, я красиво не отвечу, потому что, ну, мы американцев-то не исследуем. Но очевидно, что отличаются. Но очевидно, что отличаются. Я, насколько я знаю, тоже как раз, вот суть теории поколения была в том, что они вообще одинаковые по всей... Абсолютно не может такого быть. Нет, мы не можем, ну, как мы можем сравнить? Нет. Да, у нас есть глобализация, естественно. Ну, естественно, вас называют, там, не знаю, цифровыми аборигенами. Немножечко. А нас цифровыми мигрантами. Да, но это свойство абсолютно для любой страны. Для коммунистического Китая, для непонятно какой России, для протестантской Европы, или для империалистических Соединенных Штатов. Империалистические. Все, все, абсолютно... Это да. Это да. Одни фильмы, одни сериалы плюс-минус, одни джинсы и так далее. Проклиповое мышление вам можно припомнить, вот это вот все. Вот это, да. Да, вот. Но политические события разные у нас и у них, поэтому вот в этом смысле сравнивать мы не можем. Ну, тоже при желании можно. У нас вот 20-30-е, у них Великая Депрессия, тоже, наверное, в каком-то смысле мучиливое поколение. Чуть-чуть похоже. И вторая мировая все-таки чуть-чуть похоже. Да, да, да. Мы не такие. Я говорю, мы не такие. Мы не такие. Не такие мы. Мы не такие. 20-40. А какие вы? Ну что, ребят, мы сегодня с Алисой и Артемом решили в порядке исключения подогнать, так сказать, теоретическую базу под наши поколенческие дискуссии здесь в студии 20-40. И пригласили Оксана Рикеля, господи, Саша, извини, я тут сам кандидат психологических наук, доцент картера социальной психологии, зам декана факультета психологии МГУ, специалист в области практической психологической карьеры, а также организационной психологии, психологии межпоколенной коммуникации, известный российский бизнес-тренер. Саша, привет. Привет еще раз. Всем нравится. Привет-привет. Короче говоря, в общем, что такое поколенческая теория, мы сегодня препарируем. Вот, кстати говоря, вы не знаете, что такое не пластиковые окна? Ну, практически не знаете. Может, вы их видели? Знаем, кстати. У меня сейчас в квартире старые просто. Мы снимаем. А ты знаешь, как бороться? Вот можно вопрос? Можно по колечке? А, ну я знаю сейчас, что вы говорите. Нет, ты молчи. Артем, ты можешь быть... Артем, как бороться? А что я сразу... Дед, скажи, пожалуйста. Я здесь вместе с Лисой. Вот вы зумеры. Зумеры, правильно. Или зелениалы. Это между миллениалами и зумерами. Или старшие зумеры. Это потому, что они зеленые просто. Зеленые. Вот зеленые. Просто зеленые. Просто московские дети обычные. Скажите, пожалуйста, вот, Артем, скажи, пожалуйста, как бороться с... Когда зимой в окно дует в деревянное. Вот обычное... Да, можно я у Артема спрошу? Все не отвечают. Отвечать Лису, а не кушают. Нет, нет. Прошу, Артем. Ты знаешь? Бороться с чем еще? Ну вот у тебя дует. У тебя деревянное окно дома. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Вот как быть... Супер Блиц. 10 секунд. Ну, одеться, ходить в куртке по дому. Нет, ну серьезно. Ну, это первое, что в голову пришло. Ну, зависит чем-то. Проложить, не знаю, может, приклеить какие-нибудь. Пенопласт там. Пенопласт? Ну, так вставить. На букупе. Артем, смотри, ты в съемной квартире. Ты приехал в квартиру в съемную, да, например, и видишь, что у тебя деревянные окна. Ты не обращаешь внимания летом, а тут зимой, бах, минус, например, 20. У тебя вроде как тепло дома. Старый рамок. Но очень сильно дует и подтекают окна. Там образовывается конденсат. Что делать в этом случае, он имеет в виду? Вот если на первый взгляд одеться, а на второй... Поменять квартиру. Поменять квартиру, давай. Она слишком. На, подумаем. Алиса? У меня нет точного ответа, но у меня есть такая проблема дома. Я думаю, что, наверное, чем-то нужно заложить. Возможно, ваттой или чем-то таким... Не знаю. Чем-то плотным, но что легко будет деформироваться. Ты понял, да, Саша? Саша, ты понял, насколько точный был вопрос. Строительная пена? Строительная пена, нет? Да, потом как ты их откроешь. Да, да, летом ты что-то будешь с этим делать. Представляете себе, ребята, вот какой тонкий вопрос. Они выросли в поколение. Я помню прекрасно, как стали появляться первые пластиковые окна. Это середина 90-х. Были близком достатка тогда. Да. Евроремонт и вот все вот то, что у нас странное. И название. Ну, а понятно, что сейчас мы уже и других быть не можем. Там уже много поколений прошло. Слава богу, да. Вот, например, наши партнеры из Мелки спонсируют нашу замечательную программу в том числе. А делают классные российские профили. Я не об этом. Я к тому, что любой человек моего поколения, даже Сашиного. Да, да. У меня у бабушки так было. И уж точно чуть более старого знает, что такое клеить окна на кефир, например. Или на клей. И специальные ленты. И сейчас они продаются, между прочим. И всю жизнь... Говорят, а пролон? А пролон? Ну, можно было пролоном прокладывать, да, но... Пролон, пролон. Не вату. Вата что с ватой? Паролон. Деревянная рама. Я помню всю жизнь. Потом это отдирать надо было. Оставались всегда куски. Надо было там... Паролоны, да, да. Проклеивалось. Я клеил на кефир. Вот такие ленты. Т-т-т. По всему, ну, где все щели. Ты заклеивал оба окна. И прекрасно это держало, да? Газетой. Ну, может и газетой кто-то. Ну, потом. Газета оставляет... В чем проблема? Газета кефир или там клей разъедает текст черный. И ты когда газету снимаешь... Пачкать. Да, все... Текст оставался прямо на раме. Ты можешь постоять, потом почитать еще какое-то время. Типа того. Короче, представляете? Вот большое событие, которое затрагивает все поколение. Это смена оконного уклада. И, конечно, вы уже не знаете. Нам тут Виктор Роман очень хорошее сообщение написал. Мое мнение, что на психологический портрет влияет не только время и место рождения, но и профессия, по которой человек работает. Например, если человек по роду своей деятельности часто использует информационные технологии, соцсети и так далее... Он современный. Его психологический портрет будет близок к зумерам, вне зависимости от возраста. Мне 46, я графический дизайнер. Моей маме 70. Она работала крановщиком, бухгалтером и в свое время занималась сетевым маркетингом. Так вот, она легко использует сейчас гаджеты, компьютерные технологии, всякие мессенджеры и прочее. Иной раз удивляешься, как во всем этом она соображает. Роман, спасибо за сообщение. Ну, мне кажется, действительно, наверное, технологии, владение технологиями может тоже влиять. Роман, абсолютно правда, все влияет, ребят. Не только профессия, реально место жительства, реально семья, реально действительно индивидуальные различия будут очень сильные. Это абсолютно правда. Мы берем среднюю температуру по больницам. Мы сразу об этом говорим, что мы берем среднего стереотипного такого представителя. Карикатуру. Ну вот карикатурных-то людей не бывает, но какой-то вот этот образ, это же приходит, значит, американец, евреи Чукча. Никто не сказал, что Чукча должен быть таким, прости господи, или американец. Но выцепляются какие-то стереотипные черты, которые, конечно, гипертрофируются, но при этом под ним есть какие-то, ну, пардон, да, результаты, опять же-таки, какого-то образа, каких-то исследований. Но единственное, что, Роман, я рад, что у вас мама действительно в таком тренде, и это круто. Многие действительно, это здорово. Когда многие представители более старшего поколения успевают учиться новым вещам. Кстати, это, знаете, даже вот не могу сейчас немножко подушню, но мне очень нравится такая вот есть культурологическая концепция Маргарет Митт, которая говорит нам о том, что именно сейчас мы живем в тот период, в котором мы не жили никогда, когда родители учатся у детей. Вот эта прикольная мысль, на самом деле, она такая не очень сложная, но все сотни лет до этого дети учились только у родителей. А сейчас мы учим в том числе наших родителей, как пользоваться в том числе гаджетами, и хорошо, если они этому учатся. Но, простите, Роман, это хорошо, опять же, что у вас все так, но почему иногда пересылаемые на яблочный спас бабушкой в семейный чат картинки вызывают у нас милую улыбку, а если это не наша бабушка, а чат чужая, еще и сарказм. Слушай, а действительно, вот старшее поколение, я смотрю, мне тоже сейчас с днем рождения поздравляло, все, кому там за 60, они любят... Видео-открытки, да? Ну, либо видео, либо фото-открытка, почему все, типа, ну, такие, знаешь... Гифка с мордартом, значит. Нет, если было так, нет, это какие-то затипажированные совершенно там цветочки с днем рождения и прочее. С надписью «Часто пересылаемые». Да-да-да. «Часто пересылаемые». Нет, и, то есть, смотрите, ребят, речь идет о том, что даже в таких вещах, как, окей, мы все научились пользоваться, или многие из нас научились пользоваться там мессенджерами, да? Мы же пользуемся ими по-разному, мы по-разному воспринимаем это общение, у нас разные правила коммуникации к этому. Разные эмодзи, разные сокращения в языке. Это тоже поколенческие различия. Вот, например, мой дедушка, ему 87, но он активный прям, пользователь всех гаджетов, мессенджеров. Нет, ну не тиктока точно. И вот отличие как раз в том, что он каждое сообщение, примерно каждый, пишет именно как письмо. То есть он здоровается. Ну это нормально. Длинное сообщение. Обращается как-то и дальше в конце еще прощается. С уважением, дедушка. А не то, как вы, каждое полмысли, там, 35 сообщений, вот это. А, это дед, да-да-да-да. И у тебя приведет телефон. Следующее. Я говорю, можно все одним файлом сразу прислать? Я послежу за этим, Виктор. Омерзительно просто. То есть у тебя, вот, это же раздражает. У тебя 8 раз он будет пиликать, чтобы одну мысль донести. Чтобы точно прочитали. Мы, на самом деле, легко адаптируемся. Потому что тоже, вот, например, я когда знаю, что я пишу Виктору, я стараюсь не писать отдельными короткими сообщениями. Я, нет, просто отдельным большим сообщениями стараюсь. А между собой по одному слову? Конечно. Чтобы пробить вот эту стену молчания, да? Ну, кстати, да. Ну, например. Виктор Бредит. Ну, вот, здрасте, пожалуйста. Вы меня еще окна, ёк-макарек, поучите заклеивать. Вот, давайте. Спасибо. Конечно, кефир-то это дорого. Какой кефир, мыльная вода для приклеивания в каждом городе, в каждой семье были свои способы клейки окон? Мне кажется, что надо в черный список добавить вообще. Просто Кирилл, Виктору Кирилловичу просто некуда кефир девать было в детстве. Поэтому и клеили. Значит, я 68-го года проклеил окна специальным оконным скотчем. Я просто помню, что оконного скотча в детстве мы не были. Ленты еще были, иногда мы их сами вообще нарезали. Никаких следов после зимы почти незаменимы. Мука с водой. И лента бумажная. Вот супертехнология. Клейстер. На мыльный раствор утепляли окна. Ну, короче, мыльный раствор газету. Ну, тут много. Много разных способов. А давайте все-таки, наконец-то, немножко нас-то протестируем. Настоящие мы зумеры или ненастоящие. Есть какие-то критерии? Подожди, дойдем. Быстро тогда я дочитаю вам. Дочитаю быстро. Поколение Х. Мое поколение. 67-й, 84-й год. Называется, вот вы говорите, что наше поколение, вот нам пишут мои ровесники, там 40, в районе 40, плюс-минус, они пишут, что мы уставшее поколение. Главная характеристика, потому что мы основа текущего экономического уклада. Самая главная рабочая сила сейчас. Иксов называют потерянным поколением. На становлении характера сказал холодная война, вооруженный контакт в Афгане. На их глазах происходил крах идеалов и принципов всего советского. Прошла перестройка. Именно Иксов принято считать адептами космополитизма. В России этому поколению принадлежат порядка 30 миллионов человек. Это самое массовое поколение. Иксов характеризует адаптивность, устойчивость взглядов, техническая грамотность и прагматизм. Дальше идут миллениалы. Саша Рикеля как раз. Название поколения от латинского миллениум, так и его представители, родились на стыке тысячелетий. В России их порядка 28% населения. Поколение игрок сформировало распад Советского Союза 90-й. Широкое распространение товаров из-за рубежа, мобильные телефоны, интернет и компьютерные игры. Миллениалы свободно самовыражаются. Именно это поколение выпало расцвет субкультур. Игреки полагаются на себя, легко воспринимают новое. Они всеми силами пытаются продлить свою молодость, отсрочить факт взросления. Видя пример своих родителей, которые отдавали все, чтобы обеспечить их будущее, они не хотят повторять их судьбу и зачастую всерьез задумываются о создании семьи только после 30 лет. Дальше идут зеты, между игреками зеты еще есть вот это зелениалы, которые как бы... Ну, не туда, не сюда. Переход от аналогового мира к цифровому. Зумеры. Вот Лиса и Артем. Так, может, ты не будешь сейчас про них читать? Может, мы как раз... Давай. Вот как раз всякие эти истории. Есть у меня про вас какие-то общие характеристики, такие вот, я бы сказал, такого философского формата. Но я бы начал с конкретики. Вот просто несколько конкретных фактов. И вот смотрю я на вас, хочется у меня вас спросить. Ребята, что с алкоголем? Побухивайте, просыдьте. Я бы так сказала, что, наверное, с 20 до 22 достаточно интенсивно, а потом уже хочется меньше и меньше и меньше. Потом уже спать. Не, ну, в принципе, да, уже как-то интерес падает к алкоголю. То есть это не вызывает чего-то такого. Атем, скучно, как-то его ужасно. Атем? Я просто вспомнил этот мемо с Лапенко. С алкоголем у меня разговор короткий. Нет, но. И дальше вот это оно. Да нет, ну, я бы не сказал, что я пью как-то часто. Наверное, там, раз... Сейчас даже раз в месяц получается. А друзья, товарищи, вот, ну, пьянки там, загулы. Есть те, кто, может, не пьет вообще. Есть те, кто, там, ну, частенько, там, раз в неделю после работы, что-то себе быстро купить, так, в КБ, там, и пойти. А как сейчас будет? Сейчас будет такой джингл и, внимание, правильный ответ. Нет? Так не будет? Бэм! Сейчас будет джингл и реклама, друзья. Да? Да. Ну, что ж, подождем тогда. Нет, не скажу, не скажу, не скажу. Сейчас, сейчас. Надо будет задавать вопросы. Ну, я понимаю, да, вопрос понятен. Хороший вопрос, согласились. Ну, мое поколение, например, мои друзья, у меня есть друзья-алкоголики, их довольно много. Причем разные, есть запойные, есть просто бытовое пьянство ежедневное, ну, такое, то есть, как бы, без, social addict, как это называется? Adapted. Нет, 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 это называется working addicted. То есть, это то, когда они пьют каждый день, фактически, по бутылке вина, условно говоря, но... Но нормальное вино, и все уходит на работу. Но при этом сохраняют, ходят на работу, да, и... И выглядят нормально. Ну, выглядят на свой возраст, скажем так, да. Таких много очень, да. Есть люди, которые... Это, кстати, самый опасный алкоголизм, если брать вот прямо алкоголизм. Есть люди запойные, у меня вот несколько моих близких товарищей, они просто раз в месяц... Потому что такие люди себя алкоголиками не считают. Не считают. Это, я не про запойных, а про тех, кому по бутылке вина в день, которые ходят на работу, значит... Нормально функционируют. Нормально функционируют. Вот это самое опасное нам из-за... Ну, в целом, как бы, я могу говорить, мы олдскульные, мы по бухашке. Вот, ну, вот как это принято так. Виктор, вы пьете? Обсуждали про наше поколение, то, что мы пьем уже не какой-то классический алкоголь, а коктейли. И, то есть, тут риск в том, что они вкуснее. Как бы, ну, условно, водка или пиво не всем зайдет по вкусу. Я знаю, вот у меня есть друзья, которые не пьют пиво, оно им кажется невкусным. Они покупают все там... Алкоголь вредит вашему здоровью, я напоминаю, Минздрав предупреждает, на всякий случай, я должен обязательно это сделать. То есть, в этом плане у нас, видно, планка как будто снизилась и большое искушение. Я, наоборот, похвалю, я скажу, что, типа, ребята, ну, то есть, вот это тоже некая статистика. И про это, и прямо, кстати, в этом вопросе считается, что ваше поколение ближе к, условно, там, тем же проклятым американцам. Потому что отказ, такой постепенно, снижение потребления алкоголя. Ну, вот, я по своему поколению сужу, я... Правда, я не знаю, что, типа, ну, типа, маргинализированная история, сложная история от наркотики, очевидно. Естественно, про нее сложно, как бы, типа, понять какие-то факты. И поэтому, ну, как бы, я же... Нет, тут это известно, кстати говоря. Это сложно. Здесь поколенческие границы вполне известны. Наше поколение, это, кстати говоря, больше алкоголь, а в свое время это были опиоиды и прочие, кто сумел пережить. Среди моих знакомых не все, я об этом уже рассказывал. А в их поколении это химия в огромном количестве. Она не... И неизвестно, ну, как бы, непонятно, это нельзя понять, как исследование... И более легкий алкогольный напиток. Насколько это прямо массовый... Ну, понятно, почему это нельзя понять. Возможно, она очень массовая. Но это мы никогда не узнали. Посмертности, наверное, можно узнать. Потому что, в общем, и целом... Ну, понятно, что какой-то процент... Там же указывают, да, причину. Ну, причин уже указывают. Ну, я говорю, посмертность, наверное, можно. Да. Потому что понятно, что не все подсядут. Но какой-то сравнить процент тех, кто умер от наркотиков, там, в вашем поколении и там в старшем, наверное, можно. Наверное, можно. Кстати, слушай, ну, на самом деле, очень точное замечание. потому что мое поколение это все еще про если берем алкоголь то это все про крепкий алкоголь часто то есть там водка вискарь вискарь который пришел все пусть как он был популярен все разбирались ки-сяки дешевые до бурбона новое поколение вот газики там игристая коктейльчики да 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 лондринки вообще все про другое а у нас это все еще классическое крепкий как правило в крибочки холодец тратата сядем на катер как в качестве наказания как правило крепкий коктейль у нас там а вы говорите о вы кому забили вот тот крепкий мы не такие мы не таки мы не таки мы не таки 20 40 а какие вы давай почему раз был вопрос про алкоголь и отношение к алкоголю у зумер потому что есть такой как бы общемировой тренд общемировой ну назовем его условно западные в этом смысле россия как насколько я понимаю если посмотреть по социологическим данным находится в едином таком формате во всех остальных отношениях россия абсолютно находится во всех западных форматах отношения количество рождаемых детей желание получать высшее образование уровень достатка трата дни чем и точно не китайцы ну так как восточный это он сказал это ты сказал так вот сказал куда дитка не все будет короче снижение снижение вот этой привлекательности алкоголя которая кстати вот ну вот смотри лис ты сказала что в вашем возрасте там два года назад еще было да вот такая какая-то какое-то это желание сейчас прошло например то есть с одной стороны мы говорим о более таком позднее взросление с другой стороны в этой истории но вот я сейчас это слово простите меня да простите меня те люди которые значит уже плюются от этого слова когда читают запрещенные соцсети более осознанно более осознанно а вот в в этом в этом потреблении меньше потребляет алкоголь и он легче он мое поколение так далее водка виски то наверно и до сих пор кстати говоря хорошие застолья у них это канапешечки и какие-то легкие но это очень точно я кстати к вот здесь поколенческие приоритеты они привычки и пристрастия видны как коктейли мы видим как вы а так это и цифры показывает насколько падает потребление крепких алкогольных напитков в россии например да и в других странах и насколько выросло потребление вин и всего легка что следующий вопрос да нет если хочешь потестировать ребята да давайте давайте добавим немножко перчинку чё сексом давайте какие параметры конкретнее конкретнее конкретировать ну хорошо значит есть я знаю просто будет очень слишком долгий ответ у нас нет столько времени если я тебя спросил есть давайте по-другому есть некие данные по поводу того что опять же таки берем это слово осознанность что у вас секс вообще десакрализирован он не является чем-то таким запретным каким-то обсуждаем очень желанным таким какое то было в нашем поколении условно и в силу огромного количества доступности информации в силу того наличия какого-то просвещения в этой области вы относите к нему как поколение гораздо более спокойно и гораздо более серьезно я сейчас поясню ведь что я имел ввиду у нас в одной из фокус-групп девочка 11 классница рассуждая на эту тему сказала ну вот у меня сейчас отношения но я не хочу сейчас например там прости там лишаться девственности потому что потом экзамены а это переживание душевное а мне сейчас важно на поступление исследую это будет мне важнее и для меня это такой рацины рациональный подход к тому я не хочет так всюду но это рациональный подход потому что никогда не было рационально потому что всегда было в области чего-то метафизического притягательного опасного но в то же время того в чего надо вот как бы нырнуть головой и так далее вот отнеситесь к этому при меня прям очень точно то есть как бы эта часть отношений это круто мне нравится но именно культа какого-то не что секс я там живу ради секса есть здорово то есть мужского самоутверждения у вас нет вашего нет у кого там сколько там ты меня стремлю мне там вот это вот скорее смешно это было нормально 20 лет конечно мы то у меня было я помню как я купил презерватив и носила в кошельке что все видели но в смысле я не вчера это я бы не вчера это сделал вот я ходил денег не было до презервативу но мне пришлось потом его выкинуть потому что в восьмом классе он не был не нужен но и он там просто стерся вот интересно хороший вопрос хороший вопрос так значит что еще говорят про официальные это пока теория про зумеров адаптивность активное применение интернета ранее заработки толерантность частые депрессии плохая концентрация мультизадачность дистанцирование от предыдущих поколений свойственно это вам все что с депрессии вот когда секса нет тогда депрессии вы знаете слова такое депрессия вот именно мы не знали депрессии да такая история у нас очень многих есть диагностированные депрессии сидят на антидепрессантов психологом да это вообще распространенная история вот эти знаете это вот вопрос а почему мы у них такого это больше чего они такие грустные что ли я говорю нет очевидно же что они просто мысли так мы не мыслили таким образом они мысли и мне кажется мы еще более таких рубки что ли ранимы может быть поэтому у нас депрессии мы чуть что как вы сами сказали мы залюблены у нас что и мы уже все думаем конец света до пора к врачу жизнь это поправит вот что я хочу сказать дальше еще у нас есть поколение альфа с 2011 года по наше время полностью цифровое поколение про него еще мало чего известно просто потом просто причине что эти это все еще дети да им 10 лет им 10 лет там 10 12 лет максимум саша спасибо большое александр великий был прекрасный вам спасибо большое вам спасибо ребят на неделю прощаемся пока спасибо что писали нам